Да, в этом предмете, в этом виде выступления. А тем временем на площадку выходит Джоана Митраш, Польша. И я должна сказать, что, конечно, комментатор должен быть нейтральным, но кроме Алии Юсуповой, вот эта девушка очень не симпатична. Ну вот 20 лет ей будет как раз в дни Олимпиады, и надо сказать, что свой день рождения, 20-й, она будет отмечать именно где-то на пекинской площадке, потому что у нее есть лицензия. Гимнастка Непо Лоха выступила на данном турнире. Мы ее увидим во всех четырех видах программы. Вот тут была небольшая неточность при ловле предметом. Гимнастка давно выступает на международной арене. Вот особенно, да, особенно удаются ей фуэте, вот то, что и сейчас было, да. Ну вот тоже небольшая неточность, это какой-то особенный хитрый прыжок. Прыжок называется бедуинский. Он редко используется гимнастками, в общем-то считается таким более мужским прыжком. Вот такая и надо дать должное, да, за исполнение такого редкого элемента. А вообще в программе выступления, вот за полторы минуты спортсменки должны показать, что это около двух десятков, как у вас говорят, трудностей. Трудностей. И каждому виду соответствуют базовые элементы трудностей. В данном случае гимнастки выполняют упражнения со скакалкой. И базовыми элементами считаются прыжки, в которых должно быть не менее шести в упражнении. Ну а я напомню, что тренируется девушка у тренера Алиции Урбаняк. И лучший результат в ее карьере это было 13 место на чемпионате Европы. Ну вот она, собственно, и закончила свое выступление. Вот сейчас нам показывают как раз один из излюбленных ее элементов, скажем, ее конек, фуэте. Ну на мой взгляд, ее конек является фуэте. Очень часто гимнастка использует этот элемент в своих композициях. Ну давайте посмотрим, насколько нам-то она нравится. Мне лично она нравится. Ну, наверное, давайте посмотрим, как она понравилась судьям. Сейчас мы увидим оценку. 16,950. Ну почти 17, я бы так сказала. Ну я думаю, что не позволит эта оценка ей даже на четвертое место претендовать.